Всем привет ребята! Спасибо, что подождали несколько дней и помогли нам поправить ошибки матпака в первые часы после его релиза. Наша команда ценит ваше терпение и желание помочь нам. Теперь в расширенном матпаке все моды работают максимально корректно и мы надеемся, что ваша игра станет еще более нагибучей и приятной. Итак, три мода, которые мы всегда добавляем в наш расширенный матпак это Первое. Алинимер для статистов и любителей посмотреть на раков во вражеской команде. Второе. Белые трупы танков для любителей выцеливать хитрых врагов. И третье. Улучшенный зум для владельцев потасау и прочих кусодротных танков. Но кроме этого у нас есть еще немало интересных новинок. Мы добавили на выбор несколько вариантов картинки перка шестое чувство, чтобы каждый мог себе выбрать то, что ему больше нравится. Плюс добавили и два дополнительных звука оповещения. Теперь у нас всего три звука. Громкий, средний и совсем тихий. Также ко всему прочему добавился звук отчета засвета танка. Он идет в течение 10 секунд и помогает вам лучше понять, когда ваш танк пропадает из засвета и можно уже не бояться плюшки от артиллерии. Конечно, все случаи индивидуальны и этот мод не дает гарантии, что вы пропали из засвета. А лишь подсказывает при условии, что вы среагировали и сразу спрятались. Следующий важный мод это FOV, Field of View, что переводится с английского как поле зрения. Многим в новом патче показалось, что их танки стали передвигаться как бы медленнее. Это все из-за того, что разработчики изменили FOV. Мы добавили в матпак мод, который возвращает старый FOV и вы не страдаете с непривычки. И еще одна новинка это лог урона в чате. Он показывает сколько по вам нанесли урона враги, кто именно и какая стандартная перезарядка у этого негодяя. Очень полезная штука, если вы хотите дополнить информацию на своем боевом экране. Как вы знаете, в последнем патче разработчики убрали такую функцию, как автозапоминание последнего выбранного вами сервера. У нас в матпаке есть мод, который возвращает эту функцию и вы теперь снова можете постоянно заходить именно на тот сервер, который вам нравится и на котором у вас лучший пинг. Также мы добавили мод, который сообщает в чат союзников о вашем засвете. Но в отличие от других матпаков, наш мод включается только когда у союзников остается не более 5 танков. Таким образом, в начале или в середине боя чат не захламляется бесполезными сообщениями. Был усовершенствован мод на глобальную карту для участников сражений. Интерфейс показа предстоящих боев стал более удобным. Показывается карта, тип боя, название провинции и время. В ушах команды также произошли изменения. Мы добавили мод на подсвет противников. Теперь вы можете постоянно следить за тем, кто из ваших врагов находится в подсвете, а кто нет и лучше планировать свои действия. Есть два варианта мода. В виде лампочек и в виде красно-зеленых точек. А теперь наша гордость. Эксклюзивно для нашего матпака был разработан мод менеджер аккаунтов. Играете дома с женой, тещей, дядей, братом, сестрой, хомячком и умной кошкой. С помощью этого мода вам не надо будет каждый раз заново вводить свои данные. Наш менеджер аккаунтов запоминает логины и пароли. Плюс показывает количество серебра золота на аккаунте, если вдруг ваш пятилетний сын решит незаметно купить на вашем Аке себе льва. Очень удобная штука для семей, в которых рубится в танке не только отец, но и его подрастающие сыновья. Если вас беспокоит безопасность, сообщаю, все данные модом шифруются. Еще одна новинка – это индикаторы фокуса цели и защиты союзника, которые появляются над танками, у которых осталось мало ХП. В случае с противником это подскажет вам, в кого надо стрелять первым, чтобы сделать минус ствол. В случае с союзниками – кого следует защищать и прикрывать. Появилась альтернативная мини-карта, сделанная мододелами Евросервера. Она отличается стилистикой надписей, другой цветовой гаммой и тем, что разные уровни танков отображаются на ней по-разному. Плюс, как сообщают игроки, эта мини-карта не так сильно просаживает FPS, как мини-карта из мода XVM. Также мы добавили свободную камеру, которую Wargaming выдал игрокам для создания роликов. Она включается с сочетанием клавиш Caps Lock плюс F3 и позволяет в реплеях или после смерти в бою летать по карте, как птица. Очень удобная вещь, если вы любите делать красивые видосы по нашей игре или просто хотите посмотреть на все со стороны. Также у нас появилась расширенная послебоевая статистика за сессию. Она красивее и подробнее обычный показывает, сколько вы набили за вечер или за целый день. И последняя новинка нашего матпака – это дополнительное сведение, которое можно поставить с любым прицелом. Оно показывает броню противника и угол вхождения снаряда, то есть рассчитывает вероятность непробития или рикошета. А теперь, дорогие зрители, я расскажу вам о старых модах, которые уже были в предыдущих матпаках. Самое главное у нас в игре – это удобный прицел, ведь от нашей точной стрельбы и зависит их сход боя. Первый прицел – это прицел, которым пользуется сам Джофф уже в течение двух лет. Лаконичный, простой, с четким ярким сведением. Минималистичный прицел отличается тем, что в нем нет ничего лишнего – только перезарядка, только количество ХП в процентах и удобный маркер в виде квадрата. Но кроме этого, сведение этого прицела окрашивается в красный цвет, пока у вас идет перезарядка орудия. Мы добавили для вас еще три варианта этого прицела. Первый вариант мы назвали бирюзовый. Он отличается ярким цветом морской волны и высокой контрастностью на всех лесных или пустынных картах. А вот на зимних с ним могут возникнуть проблемы, так как он будет немного сливаться с местностью. Следующий вариант – это выбор известного вододела вспышки. В нем практически все то же самое, что в стоковом варианте, кроме того, что сведение оставлено стандартным. И последняя вариация минималистичного прицела – это выбор вододела Amway. Отличается другим шрифтом надписей с приглушенным зеленым цветом, плюс они на русском языке. Следующий прицел – это прицел Муразора. Жирные и хорошо читаемые надписи, удобный шрифт, жирная полоска ХП и перезарядки. Плюс очень заметное сведение, которое во время перезарядки тоже окрашивается в красный цвет. А это футуристичный прицел из шутера Ghost Recon. Очень красивый, очень насыщенный и занимающий очень много пространства на экране. Кроме стандартных вещей, он умеет показывать перезарядку противника и его обзор. Супер информативный прицел от мододела из Европы MeltyMap. Самый подробный и самый проработанный. Я просто перечислю все его возможности. Пробитие вашего снаряда с учетом расстояния, перезарядка противника, расчет угла наклона брони, при котором возможно пробитие, и самое главное – отображение шанса засвета врагом вашего танка. То есть прямо на поле боя вы будете видеть, насколько вероятен шанс, что ваши противники вас засветят. Прицел подойдет для опытных игроков. Новичкам я советую начинать с чего-то попроще. Плюс у нас есть два прицела специально для артиллерии. Первый – это прицел Дамоклов Меч. Расчет времени полета вашего снаряда, дальность до цели и максимальная дальность полета, скорость цели, расчет сплэша, индикатор УВН и индикаторы скорости цели назад и вперед. Второй прицел называется Тайпан. В нем не так много фишек, но он может понравиться тем, кому Дамоклов Меч кажется громоздким и перегруженным. Тут есть индикатор УВН, круг сплэша, время полета снаряда и дальность полета. Также ко всем прицелам мы добавили два дополнительных сведения. Первое, которым пользуется Кирилл Орешкин, яркое и анимированное. И второе, с индикатором угла вхождения снаряда, о котором мы уже говорили в начале видео. Дальше у нас идут мелкие полезности. Удаление черноты в снайперском режиме – это один из самых важных модов. Он убирает всю тень и помогает нам лучше следить за флангом. Индикатор обстрела. Четко показывает, откуда по вам ведут стрельбу, и заодно отсчитывает секунды, чтобы вы могли по памяти подсчитать перезарядку противника. Отключение стрельбы по союзникам и трубам. Если у вас бывали случаи, когда вы случайно попадали в вылезшего перед вами союзника, или пытаясь добить, попадали в труп врага, этот мод для вас. Стрельба по трупам блокируется только в течение двух секунд после уничтожения врага, а стрелять по союзникам можно, если зажать кнопку Alt. Еще у нас есть корректировка дальномера. Если вы уже почти свелись на врага, а враг внезапно пропал из-за света, то еще 4 секунды прицел не будет шевелиться и будет целиться только в эту же точку. Калькулятор брони подсчитывает вашу лобовую и бортовую броню с учетом наклона и доворота корпусом. Броня рассчитывается исходя из той точки, в которую вы сейчас смотрите. Важно! Учитывается только броня в ЛД и бортов. НЛД и экраны в расчет не идут. Углы горизонтальной наводки – важный мод, если вы владелец ПТ-САУ или САУ. Он показывает, насколько может повернуться ваше орудие вправо или влево. В этом матпаке мы добавили сразу несколько вариантов. УГНы в виде углов. УГНы в виде полукруга. УГНы в виде большого полукруга. И УГНы от прицела MeltyMap. Информационная панель танка в зависимости от варианта может показывать броню, обзор и перезарядку противника. В нашем матпаке есть три варианта такой панели. Первый вариант. Минималистичный для опытных игроков. Показывает только обзор цели и перезарядку. Простая панель. Показывает броню танка, его обзор, перезарядку, массу, пробитие топового орудия и урон. Цветная панель. Все то же самое, что у простой панели, только в другом стиле. Панель повреждений. Мод, который отображает, сколько урона по вам нанесли враги и каким типом снаряда. Если вы хотите быстро ориентироваться на поле боя и рассчитывать ваши шансы на победу в перестрелке с врагом, этот мод для вас. У нас есть четыре варианта дамаг панели. Панель, как у Джова. Обычная панель, которой Джов пользуется уже больше года. Показывает нанесенный урон и тип снарядов. Отдельно отмечу, что она также показывает тип снаряда даже при непробитии вашего танка. Полностью переработанный интерфейс от мододела Заяц. Переработаны модули танка, полоска ХП и расходники. Панель повреждений от мододела Гамбитер. Все то же самое, что у Джова, только немного в другом стиле. И последняя панель, минималистичная. Занимает очень мало места и по этой причине может кому-то понравиться. История сообщений в чате. Просто удобный мод, если вы хотите быть в курсе всех перепалок и криков игроков о том, кто сильнее, кто кого по IP вычислит и так далее. Звоночек крита заменяет различные попал и есть попадания на удобный звонок, когда ваш снаряд попадает во внутренние или внешние модули танка. Отдаление камеры позволяет осматривать поле боя с высоты птичьего полета и замечать, где стоят танки противника, куда они смотрят и просто наблюдать за тем, что происходит в бою. Включив горизонтальную стабилизацию в снайперском режиме, вы наверное замечали, что танк стал ездить намного плавнее, но при этом странно дергается при каждом выстреле. У нас есть мод, который может отключить эти дергания. После его установки езда и выстрелы в снайперском режиме станут очень комфортными. Носкролл – это мод, запрещающий колесику мышки уводить вас в снайперский прицел. Специфичный мод, который пригодится тем игрокам, что привыкли пользоваться только левым шифтом. Отключение камуфляжа – мод для тех, кому не нравится танковая раскраска в игре. Хочу заметить, что камуфляж танков отключается только на вашем клиенте. Для всех остальных игроков он виден. Шкурки с зонами пробития – нужный мод для начинающих игроков. Он показывает вам, где расположены модули на танках и куда стоит выцеливать врагов. Мод на декале попаданий показывает вам, какие из выстрелов ваших врагов вас пробили, а какие – нет. Зеленый цвет – это не пробил, красный – пробитие. Яркие ЖД-платформы на картах помогут вам удобнее выцеливать врагов на таких картах, как Энск, Уайтпарк или Прохоровка. Мелочь, а удобно. Мод на увеличение дальности видимости убирает на картах туманную дымку вдали. Теперь он не полностью убирает туман, а лишь отодвигает его на расстоянии в 700 метров. А теперь ангарные моды. Статистика сессии – это мод, показывающий ваш процент побед, средний опыт, средний урон и количество серебра, что вы нафармили за серию боев. Можно выставить период за одну игровую сессию или за целые сутки. Вертикальное дерево развития танков – это мод для наших зрителей, которые все еще помнят, что когда-то дерево танков было именно таким. Список танков в два ряда понадобится тем, у кого ну очень-очень много танков в ангаре. Упрощает поиск нужной машины. Еще больше упрощает поиск нужной машины дополнительные фильтры в ангаре. Вы можете отсеивать машины по уровню, по премиумности или обычности, по элитности или по неснятому удвоенному опыту. Также в нашем модпаке есть мод, показывающий уровень боев во взводе. Если вы взяли два танка разного уровня, этот мод покажет вам, в какой уровень боев ваш взвод закинет. Небольшой мод на пинг серверов покажет вам, на каком именно сервере лучше всего играть из вашего города. Расширенные описания навыков экипажа – обязательный мод для новичков. Он подробно и популярно рассказывает, на что влияет тот или иной перк и как быстро он качается. И последний ангарный мод – это, конечно, часы, чтобы вы точно следили за тем, сколько часов просидели за компьютером. Альтернативные маркеры техники понравятся тем, кому надоели стандартные от Wargaming. В отличие от последних, у этих маркеров показывается ваш урон и урон со взводных отдельно, плюс сами цифры урона тоже отлетают отдельно, а не суммируются. Один из главных модов нашего модпака – умная мини-карта с сонаром. Она показывает квадрат отрисовки на карте, в пределах которого вы можете стрелять по чужому засвету. Она показывает круг засвета, в пределах которого вас могут засветить. Она показывает название танков и точки их последнего засвета. Лог личного урона – любимый мод скилловых игроков. Он прямо в бою показывает, сколько урона вы нанесли и по каким танкам. Альтернативные иконки танков в ушах команд – это для тех, кому надоели обычные иконки и хочется чего-то нового. Мы добавили три варианта. Первый – обычные иконки с надписями. Второй вариант – цветные иконки, яркие, заметные и меняющие раскраску зависимости от класса техники. И третий вариант – реалистичные иконки. Они сделаны на основе ангарных иконок танков. И последний наш мод – это наша собственная разработка What Tweaker Plus. Этот мод убирает некоторые спецэффекты нашей игры. Дым и огонь при выстреле, разрушение объектов, эффект уничтожения танков и прочее. И тем самым он помогает повысить FPS на вашем компьютере. Мы не гарантируем, что он кардинально поможет в каждом случае. Но в среднем, на не очень мощных компьютерах, он помогает поднять производительность. Что тут говорить? Даже я сам им пользуюсь. Хотя у меня вполне мощный стационарник. А все для того, чтобы дым от уничтоженных танков или эффекты взрывов не мешали мне прицеливаться в бою. Кроме этого, если у вас совсем слабый компьютер, ввод Tweaker Plus может пережать текстуры вашего клиента в более простые и легкие. Конечно, после этого игра у вас будет выглядеть как шутер 99-го года, но зато и FPS заметно повысится. На этом, ребята, наша дружная компания матпака делов с вами прощается. Спасибо, что посмотрели наше видео и спасибо, что пользуетесь нашим матпаком. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, где много интересных и познавательных видео. Удачных вам боев и сочных побед! Чао, какао! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!